Привет, YouTube! Привет, сообщество! Сегодня у нас очередная серия ответов на вопросы. Напоминаю, в этом видео, в комментариях, вы оставляете свои вопросы, а через некоторое время я их соберу и отвечу. Естественно, я смогу ответить не на все, поэтому, прежде чем вопрос задать, вы, пожалуйста, прочитайте, какие вопросы задали до вас, и поставьте лайк под тем вопросом, который вам наиболее интересен. Так, вероятность того, что я отвечу именно на ваш вопрос, будет значительно выше. И сейчас я бы, знаете, еще хотел, ну, наверное, в какой-то степени чуть-чуть пробежаться по основным идеям, которые были в комментариях к предыдущим материалам. Да, начнем с зеротолеранции. 223-й ЗТ. Здесь, на мой взгляд, ну, основная нить, которая большую часть комментариев прошила, это, естественно, отверстие в клинке, и это для меня, по крайней мере, подтверждает грамотный подход дизайнера в данном конкретном случае. Смотрите, хотим мы того или нет, но информационное пространство, которое нас окружает, оно исключительно сжато, максимально сжато, если хотите. И ты должен это учитывать при создании чего-либо, будь то создание контента, создание вещей, изделий, чего хотите. И без этих отверстий у ножа была бы значительно более, ну, скажем так, понятная и, наверное, ровная, что ли, как бы, судьба в плане информационного восприятия людьми, в плане тех же комментариев и так далее. А вот это не есть хорошо, потому что, когда не за что зацепиться, Golden Raison, да, то как бы становится немножко скучно. Это не всех радует и не всех устраивает. И я могу понять, потому что, как бы, ну, для того уже мало сделать что-то хорошее. Нужно сделать что-то хорошее, чтобы это зацепило тебя. Но таковы реалии. И работать надо все-таки в рамках реалии, а не в рамках некого мифического созданного в какой-то своей голове и потом обижаться на то, что мир это не воспринимает. Здесь, на мой взгляд, все сделано очень грамотно. То есть, помимо того, что есть элементы, за которые можно зацепиться, сам по себе нож от этого не проиграл вообще никак. Саком. Сакомом все значительно проще и значительно понятнее, но пояснить надо. Смотрите. Некоторое время тому назад у меня был материал на канале примерно следующего содержания. Я не буду говорить, какой нож и вообще, потому что, честно говоря, я этот материал хочу удалить, к чертовой матери, с канала, потому что мне он не нравится. Но вижу это только я, по большому счету. Суть в чем? После того, как тест закончился, я получил какой-то безумный заряд интереса, что я как бы доказал для себя какую-то вещь. Я буду говорить расплывчато, потому что иначе будет понятно, что это за нож. После этого я буквально точно так же сел записывать. Именно с этим настроением, с настроением «Вот оно, вот, давай мне это, дай, дай, дай!» И как только я сел писать, я такой начал себя чуть гасить. Понимаете, как бы я такой, «Ну зачем ты? Вот сейчас вот это не расскажешь. Ты успокойся, ты потише, 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 успокойся, успокойся». Кончилось это вот этим вот материалом, который я хочу удалить. Потому что, как по мне, это некачественный материал, скажем так, сухой очень, очень без какой-то жизни внутри. И когда я брал соком на тест, я знал, что это лом. А это, по большому счету, довольно опасное мероприятие. Ну, как бы, какой смысл брать нож, который изначально, да, не заточен под то, что ты будешь с ним делать? Имеет смысл брать нож, который все-таки предрасположен к этому? И тогда уже проверить, насколько та идея, которую дизайнер закладывал, та мысль, которая в нем заложена, насколько металл нормально сделан и так далее. Вот это все интересно проверить. А брать лом? Ну, такие опыты были. Lion Steel Maleta та же самая. И как бы кончалось это всегда так себе, да? И это был риск. И, естественно, после того, как тест прошел, после того, как я получил результат, я, естественно, был в воодушевлении. И когда я вставал за камеру, я прекрасно понимал, что я не расскажу, что здесь не микробар, а лайнер. Я не расскажу, что баланс там, где должен быть. Я не расскажу, да много чего не расскажу. Я не расскажу, что стеклобой меня радует, потому что напомнил мне контега, как идейный нож в свое время. Я много чего не расскажу. Даже о том, что скажу, что расскажу, потому что забуду по дороге. Но сам по себе настрой в данном конкретном контексте гораздо важнее. Понимаете? Есть люди, которые смотрят меня, ну, грубо говоря, со вчерашнего дня. И одна из самых, наверное, больших претензий к моему каналу, это то, что у меня не так много понятного. Всем понятного, да? То есть я не разжевываю материал. Но это и плюс, и минус одновременно. Но смысл в том, что меня смотрит и кора аудитория. И так называемая аудитория, которая смотрит меня 8 лет уже как. Естественно, канал потерял свою идентичность. Он стал исключительно рекламным. Тут никаких сомнений. Но вот именно для этой аудитории и был сделан материал высоко. Потому что эти люди все прекрасно понимают. И вот это настроение чувствуют. Поэтому он был именно таким. Именно поэтому такие материалы будут. Но, естественно, я буду максимально стараться объяснить какие-то вещи максимальному количеству людей. И именно поэтому сейчас записывается вот этот материал. Чтобы вы могли задать вопросы в комментариях, а я мог на них ответить. По мере силы, разумеется. Когда говорим о спайдерке Инделе, то есть когда если пробежаться по комментариям, то, ну, наверное, одна из, скажем так, ярких, но вместе с тем немногочисленных претензий, это все-таки некое обвинение спайдерки в грязном маркетинге, если хотите. Вот тут, ребята, я не то что не согласен. Вы все в курсе, как я отношусь к спайдерке, да? То есть вообще я компанию очень люблю, очень сильно. Одна из лучших компаний, на мой взгляд. Но последний год точно, как я люблю Кершу, именно люблю, и так же я пинаю спайдеркой. Постоянно. Потому что, по большому счету, на мой взгляд, ты ждешь от спайдерки большего. Но в случае с Инделой, если хотите, да, то вот это вот обвинение в грязном маркетинге, это, мягко говоря, не так. Это, ну, не просто неправда. Это вообще не про то. Давайте попробуем все-таки прояснить неким, да, ну, как бы так сказать, дефиницией, определить термины, потому что иначе мы будем вроде говорить об одном, но все-таки о разном. На мой взгляд, пример грязного маркетинга, это когда тебя вынуждают купить то же самое, мотивируя, что это лучше. Это раз. Или когда тебе продают что-то по более высокой цене, но более худшего качества, чем было. Это два. То есть пример грязного маркетинга, это далеко ходить не надо, это все, что было до Coffee Lake у Intel. Я привожу примеры в IT, потому что, на мой взгляд, это наиболее широкая тема и наиболее понятно большинство. Так вот, Intel, когда, по крайней мере, не страдал от серьезной, буквально нос-нос конкуренции с AMD, делал, позволял себе делать следующее. Чуть-чуть повышая производительность, менял сокет, вынуждая приобретать новую материнскую плату с теми же самыми характеристиками, но с другим сокетом плюс-минус теми же самыми. И при этом человек, по большому счету, ничего не получал. То есть, да, процессор становился быстрее, но быстрее, скажем так, где-то по заявлениям Intel'а до 35-40%, бла-бла-бла-бла-бла-бла, а в реалиях 5-7 плюс-минус в играх вообще ничего. И так далее. И вот это, на мой взгляд, и есть пример не очень красивого маркетинга, потому как, да, они могут это сделать, и они это делают. Опять же, это спорный момент, потому что, по большому счету, но давайте как бы не будем считать чужие деньги, начнем с этого, да, и предложим что-то свое. Все-таки Intel'а это коммерческая компания, никто не вынуждает, палкой-то не гонит. Есть конкурент, пожалуйста. Но, с другой стороны, как только этот конкурент набрал обороты, как только он, что называется, подкачался и выкатил Рязань, в этот же момент появляется Coffee Lake, который дает реальные 30%, а не где-то там найденные Intel'ом, а реальные вполне 30%. И что мы видим сейчас? Сейчас мы видим 10-е поколение Intel'а, в котором в i3-м процессоре появилось 4 ядра, 8 потоков, если я не ошибаюсь. Еще несколько лет назад это был i7, а сейчас i3, почему-то, потому что есть конкуренция. Так вот здесь конкретно с Intel'ой это никакой не грязный маркетинг, не как вы там его назвали, это нормальная работа с аудиторией. И это именно она. То есть, да, я понимаю, что Stretch для кого-то это, в общем, именно то промежуточное положение между Delica и Enduro, но это для кого-то. Ребят, вы очень себе плохо воспринимаете то, как спайдерка работает с людьми. Какое количество гаражных распродаж оно проводит, когда фанаты могут приехать на фабрику, пообщаться с сотрудниками, купить что-то там. Какой активности там форум, как они встречаются на всяких спайдерка-митингах, там спайд-митап и так далее. По-моему, так это называется. Эта компания, я во многом-то к ней отношусь именно с очень большим уважением, именно потому, что она работает со своей аудиторией, она с ней общается. Она не сидит на горе, как царь. Я говорю, я тут главный. Нет. Она именно общается, и Endela это именно ответ на запрос. Человек не хочет стретч, он хочет Enduro поменьше. Плюс не забывайте, что 90 миллиметров ограничений это не только, скажем так, связанное в какой-то степени с российскими ГОСТами. Есть и другие страны, есть другие законы, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому Endela это абсолютно нормальный шаг. Другое дело, что сейчас Endela, конечно же, ну, в некоторой степени страдает при прямом сравнении с Кершу и так далее. Только именно об этом я в материале и сказал. Что если вы являетесь, ну, в какой-то степени, увлекающимся ножеманом, если хотите, если вы человек, который живет и мыслит ножами, то Endela, наверное, это не совсем ваш выбор. Вот такие, друзья, мысли, связанные с комментарием к предыдущим материалам. Напоминаю вам еще раз, под этим видео в комментариях вы задаете вопросы, на которые я буду отвечать впоследствии. Вопросы могут быть абсолютно любыми, какими хотите. Единственная просьба, перед тем, как задать свой вопрос, пожалуйста, прочитайте комментарии, которые оставлены уже, и поставьте лайк под тем, который вам наиболее интересен. Спасибо за просмотр, до новых встреч, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова